Уважаемый президент, уважаемые коллеги и гости форума, добрый день. Хочу выразить признательность за предоставленную возможность выступить на столь значимом событии, как онкологический форум. И позвольте предоставить вам вашему вниманию тему моего доклада. Это не она. Она звучит как криво воздействие на раневую поверхность печени при пограничных диктабельных метастазах полоректального рака. Рак ободочной кишки ректосигмойного соединения занимает лидирующие позиции по заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Печень является наиболее частым органом, куда происходит метастазирование колоректального рака. И метастазы колоректального рака встречаются практически у 50% пациентов. Две трети из этих пациентов погибают в итоге от метастатического процесса в печени. Четверть пациентов имеют метастазы в печени уже на момент постановки диагноза. И лишь 30% имеют диктабельное поражение печени. Какими методами обладает онколог для борьбы с данным заболеванием? Это системная химиотерапия, локорегионарные методы и хирургическая резекция печени. Системная химиотерапия на данный момент является ведущим методом лечения метастатического процесса колоректального рака. И в эрусовременной химиотерапии с использованием многокомпонентных схем с добавлением моноклональных антител удается достичь практически двухгодичной общей выживаемости. Однако стоит отметить, что максимальные результаты лечения возможны только после полного удаления метастатических очагов в печени. Метастазы колоректального рака в печени можно классифицировать как резектабельные, погранично-резектабельные, при которых трудно, но возможно добиться. Р0-резекция нерезектабельные, но с потенциалом стать резектабельными на фоне предшествующей химиотерапии. И нерезектабельные с минимальным потенциалом стать резектабельными. Основная цель хирургического лечения – это выполнение резекции в объеме R0 и сохранение достаточного объема оставшейся части печени. Стоит отметить, что за последние 20 лет критерии резектабельности претерпели довольно значительные изменения и в данный момент сводятся к двум основным показателям. Это возможность выполнить резекцию в объеме R0 и достаточным ли останется остаточный объем ремнанты для того, чтобы не возникла пострезекционная печеночная недостаточность. Положительный край резекции остается независимым неблагоприятным прогностическим фактором даже в эпоху современной химиотерапии. Однако, послеоперационная химиотерапия снижает риски локального рецидива при резекциях в объеме R1. И тем не менее, несмотря на то, что совершенствуется хирургическая техника, современная лекарственная терапия, методы диагностики и профилактики пострезекционной печеночной недостаточности, нерезки случаи, когда выполнение R0 резекции не предоставляется возможным. И одним из методов повышения радикальности хирургического вмешательства является кривовоздействие на край резекции печени. Риски позитивного края резекции возникают при выполнении атипичных резекций, расширенных резекций, удалении более трех метастазов, вовлекающих больше половины паранхемы печени, повторной резекции, белобарное поражение и снижении показателей функциональных тестов печени. Показаниями к выполнению кривовоздействия на край поверхности печени после удаления метастазических очагов является наличие микро- и макроскопически положительного края. В случаях, если остаточная опухоль оценить невозможно, а уровень резекции не превышает полсантиметра от края опухоли. И при отрицательных данных микроскопического исследования, но субмиллиметровым отступом от края опухоли. В нашем учреждении используются основные принципы конструирования современной криохерамической техники. Это криоаппаратурность непрерывной циркуляции хладагентов в криоаппликаторе. И применение криоаппликаторов в виде металлических стержней из пористого металла никелида титана. Далее позвольте представить вам клинический пример. Это пациентка 64-х лет с диагнозом рак печеничного изгиба ободочной кишки, ПТ2 и 0, М0, ГРАИ-2, вторая стадия. В марте 2016 года была выполнена правосторонняя гемиколоктомия. Затем прогрессирование заболеваний было зафиксировано в декабре 2017 года в виде метастазов печени. Пациентка получила 4 цикла полихимиотерапии по схеме Фулфокс, достигнута стабилизация процесса. И далее она поступила на хирургический этап лечения. Была выполнена правосторонняя гемигипотектомия. Здесь на слайдах мы видим этапы хирургической операции с выполнением мазков отпечатков с края резекции печени. И при разрезе макопрепарата мы видим опухолевый очаг размером 5 на 7 см и край резекции печени с отступом примерно 1 мм. Нами было принято интероперационно для повышения радикальности нашего вмешательства использовать криовоздействие на край резекции печени. Здесь на слайдах мы видим этапы этой процедуры. В данном случае был использован криоаппликатор из никеллида титана. Площадь поверхности этого аппликатора была 3 см. И справа видим, как выглядит резецированная часть печени уже после выполнения криовоздействия гемостаза. На данном слайде представлены данные нашего учреждения о распределении больных по характеру хирургического вмешательства с наличием или отсутствием остаточной опухоли в крае резекции. Всего выполнено 213 хирургических вмешательств на печени. И данная таблица показывает дальнейшее лечение и наблюдение этих пациентов. И стоит отметить, что локальный рецидив не был зарегистрирован ни при резекциях в объеме R0, ни при резекциях в объеме R1. Медиана выживаемости пациентов составила в среднем 50 месяцев. И криовоздействие было применено в 50 случаях. В заключении хотелось бы отметить, что применение криовоздействия на край резекции печени при погранично-резектабельных метастазах и субмиллиметровом отступе от опухолевого края позволяет повысить радикальность хирургического вмешательства и снизить риски локального рецидива. Благодарю за внимание. Пожалуйста, вопросы, если у кого-то возникли. Юрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, Михаил Дмитриевич давно пропагандирует, насколько я его знаю, вот эту мысль, что даже если хирург, не дожидаясь заключения срочного гистологического исследования о том, есть или нет опухоль в крае резекции, все равно превентивно выполняет криодеструкцию. На Ваш взгляд, это правомощно? Ну, я бы не сказал, что прямо во всех случаях так делается. Вот конкретно, если мы оцениваем этот пример, то до того, как мы получили ответ от гистологов, макропрепарат разрезали, и видим, что отступ действительно практически на границе, то есть он там в пределах миллиметра. И здесь, я считаю, вполне оправданное применение кривовоздействия. А если отступ был в пределах полусантиметра, даже больше, то Михаил Дмитриевич, в принципе, такое не пропагандирует, и я не вижу тоже на это оснований. Дмитрий Анатольевич, можно я немножко поясню? Дело все в том, что проведенные исследования отпечаток с поверхности печени показали, что этот метод для визуализации оставшейся клеток на поверхности печени малоинформативный, очень даже малоинформативный. Даже при R1, ну, R0, естественно, он вообще никогда не давал у нас положительного результата. При R1 два или три случая на вот это все количество пациентов достаточно большое, более 200. Поэтому речь идет о том, что все-таки я склоняюсь, что при R1, а это является, так сказать, пограничная ситуация, необходимо во всех случаях выполнять креодеструкцию. И без выполнения креодеструкции риск рецидива опухоли увеличивается почти в два раза.